всем привет вы на канале стрик с вами виктор и сегодня нет у нас не обзор зала или не обзор еще какого-то корабля сегодня я решил записать свой первый гайд он будет получается касательно тематики бронирования пробития и снарядов типов снарядов на что они способны чем отличается снаряды на разных кораблях рассмотрим эсминцев рассмотрим крейсера рассмотрим линкоры рассмотрим все эти корабли по нациям и попробуем прийти к какому-то выводу я постараюсь поделиться своим опытом во многом безусловно не будет там может какой-то прям сверх там математических расчетов нет все будет довольно таки просто понятно не будет никаких мною придуманных каких-то историй выдуманных моментов если хотите что-то добавить то соответственно пишите далее внизу под комментариями добавлять свое мнение итак первое начнем наверное именно с разбора типа снарядов чем они отличаются и вообще на что они способны будем рассматривать на примере десятых эсминцев в случае необходимости мы с тобой перейдем в древо развития и там еще рассмотрим некоторые моменты и так первое первое это у нас допустим будет японский эсминец хаяте хэте как он правильно называется не столь важно итак первое портиллерии принципе у нас японцы на десятом уровне все имеет калибра 127 миллиметров не важно и какие здесь орудия не обращать внимание шимаказа это не шимаказа югумы какера суть в другом суть именно в 127 миллиметровых орудий итак первое у нас здесь бронепробитие составляет 21 миллиметр в чем фишка допустим снарядов японских это в принципе стандартный калибр для многих эсминцев из его особенностей он пробивает 21 миллиметр далее 21 миллиметр то есть это у нас в принципе есть возможность пробивать практически все эсминцы которые есть в игре давай посмотрим допустим на бронирование самого хайта она составляет 19 миллиметров соответственно на рацион к что пробивать японцев не нужно далее перейдем допустим к британцам соответственно тоже 19 миллиметров ты в принципе у любого эсминца в игре стандартное бронирование это 19 миллиметров возьмем допустим тот же юянг тоже 19 миллиметров тут 19 миллиметров какой-нибудь там друид разницы никакой соответственно о чем это говорит то что по факту и на рационку брать на тот же хаята не имеет никакого смысла идем дальше 21 миллиметр у нас есть эсминцы у которых есть бронирование так смотрим что у нас здесь 19 миллиметров 19 19 соответственно а конечки мы пробиваем далее 25 миллиметров обшивка борта тут уже бронепробитие не будет и если вообще смысл брать и национку на тот же хаята чтобы какой-то призрачные надежды и пробивать тот же рагнар потом если мы откроем допустим зоркий тут нашивки вообще по 50 миллиметров остальная ошибка 19 миллиметров нет абсолютно не имеет никакого смысла то же самое можно сказать и про гиринга 127 миллиметровое орудие бронепробитие 21 миллиметр абсолютно та же самая история взяв на рационку вы не получится никакого прироста в в разовом уроне сейчас постараюсь объяснить почему и что вы получите и чтобы потерять первое взяв инерционку на допустим на гиринг давайте заморочимся допустим заморочимся качество качестве примера блин потрачу потрачу специально для вас специально для вас чтобы это было буквально наглядно инерционный зватель плюс 25 процентов смотрим бронепробитие 26 миллиметров наконец-то мы стали пробивать рагнара который каком-то призрачном случае попадется у нас на фланге и мы сможем фугасами ему стрелять в картину и неважно куда будет попадать у нас будет пробить и это призрачный плюс а какой получаем минус мы получаем минус два с половиной процента вероятности поджога она вам надо вы такой степени теряете в главной так скажем фишки эсминцев почему первые если вы стреляете с гк эсминца по эсминцу то тут все понятно вам принципе изначально хватало пробить чтобы каких-то местах пробивать рагнара вот но когда вы будете пытаться поджечь какой-нибудь линкор который словил после вашей торпеды затопление вам просто не хватит в вероятности поджога чтобы делать это стабильно да он может прокнуть а может и не прокнуть и это бронепробитие 26 миллиметров помимо того что вы способны теперь стали еще и пробивать оконечки советских крейсеров тоненькие участки потому что снизу идут нашивки по 50 миллиметров выцеливать какому-нибудь сталинграда петропавловска в москву у которых есть рлс с вашей дальности в среднем 13 12 километров и стоять под рлс к это наиглупейший затей и это был бы неправильно соответственно американские крейсера с 27 миллиметров конечки вы не пробиваете линкором палубы вы не пробиваете линкором оконечки 32 вы не пробиваете и по факту она абсолютно нафиг не нужна и это относится ко всем калибрам включает 27 миллиметров из 127 миллиметровые орудия а вот орудие уже более крупного калибра там уже совсем другая история поэтому именно касательно 127 миллиметра 127 миллиметровых орудий и взять на них инерционки я думаю в принципе вам объяснил но брать или не брать безусловно решение вашим и так 127 миллиметров это у нас получается хаята гиринг потом у нас идет шерман ну у шермана фугасов нет у него полубронебой а у него есть и фугас и полубронебойки тут принципе та же самая история инерционка ему не нужна здесь 21 миллиметр и ребят вы ничего не выиграть далее что у нас еще у нас есть эсминцы с более меньшим калибром тут соответственно я думаю вы сами прекрасно понимаете тут бронепробитие 19 миллиметров это пробитие которое позволяет вам пробивать абсолютно все эсминцы которые имеют стандартную обшивку тот же регала 19 миллиметров в принципе все что я вам до этого показывал включая хабаровский дельный и так далее да там есть нашли 50 но в остальном вы пробиваете вот но мы сейчас это к этому моменту еще вернемся соответственно допустим на эсминцы который имеет 113 миллиметровое орудие тут 9 процентов вероятности поджога четыре с половиной процента терять вообще не имеет никакого смысла так вы еще возьмите на рационку вы будете пробивать там 20 там 22 23 миллиметра ну так грубо так скажем вообще никакого профита не дает вы не конечки крейсеров советских не пробиваете и с эсминцами как у вас все было так и осталось соответственно так как же допустим на на эсминцах с вот таким калибром 119 113 миллиметров пробивать оконечки но не не то чтобы оконечки а пробивать 25 миллиметров брони рагна ну вот если фугасами он не пробивается но здесь довольно таки длинная нашивка и попадать только сюда и сюда но согласись это будет весьма сложно что касается и того же самого дельного у которого вообще 50 миллиметров то же самое касается зорко у которого брони еще больше на самом деле все просто данный сменец типа дыринг имеет лютейший дпм зачем мне бронирование имеет очень быструю перезарядку и если мы посмотрим на барни бойки не имеет они имеют урон 200 соответственно сто тринадцать миллиметров на такой дистанции если даже попробовать нет но это будет не совсем верно но не он так скажу сто тринадцать миллиметров в борт тому же рагнару бронебойками из 25 миллиметров достают буквально всю душу и вы будете выносить просто колоссальный урон больше чем с фугасом за нюанс фугас и критуют модуль в башки это могут делать но сложнее в любом случае если вы на дыринге собираетесь перестреливаться с рагнаром с дельным зорким и принципе любым эсминцем бронирования которого выше там 21 и миллиметров соответственно просто заряжайте бронебойки и стреляете в борт как только цель отворачивает от вас либо идет носом либо кормой заряжайте фугас и выцеливайте вот эти вот участки оконечки здесь у вас уже будет хватать пробития стандартного и вы будете наносить урон так с по 13 место 27 мы разобрались дальше у нас идут сто тридцатки дальше у нас идут сто тридцатки это в основном относится к советским эсминцем они практически все имеет калибр 130 миллиметров что у нас тут у нас тут бронепробитие 22 миллиметра и вот советами уже не все так просто советы это особый тип эсминцев особенно если брать именно ветку ну хотя она вся артиллерийская про торпеды тут трудно что-то сказать да они есть но все таки гк намного важнее и так что я хотел бы здесь отметить так бронепробитие 22 миллиметра соответственно полностью его хватает чтобы пробивать абсолютно все эсминцы фугасами за исключением опять допустим того же рагнара который уже начинает иметь бронирование нашивку в 25 миллиметров соответственно так помимо того так у нас еще и есть дельный у которого 50 миллиметров и вот против дельного даже сто тридцатки с инерционкой не будут способны пробить 50 миллиметров соответственно также заряжайте бронебойки бронебойки начнут доставать отсюда урон в остальном это фугас но советы даже между собой зачастую перестреливаться с фугасами потому что позволяет точность позволяет баллистика зачастую это бой идет на дальней дистанции куда-то в отход в расхождении и зачастую это где-то вот такая вот позиция в эту позицию лучше всего закидывать как раз таки фугасами потому что бронебойки начнут отсюда уже рикошетить а вот сюда вот сюда вот сюда фугасы будет залетать намного лучше поэтому тут довольно таки сети ситуативно но зачем же советом инерционка инерционка советом нужно чтобы пробивать оконечки крейсеров в том числе 25 миллиметров так дайте буквально прям секундочку сделаю паузу и я тут скинул получается командира чтобы показать и и так смотрим почему на советах инерционка имеет место быть как я и говорил ставив на совете инерционка у вас уже бронепробитие становится более 25 миллиметров это бронепробитие даже не только 25 а еще и 27 если мы посмотрим нет мы так не посмотрим мы с тобой сделаем вот так сделаем вот так вот так вот так и посмотрим о по бронепробитие плюс 5 миллиметров с фугасов то есть 25 27 миллиметров мы уже пробиваем 25 мм это оконечки советских крейсеров, некоторых линкоров, это линкор Слава, это линкоры получается у нас там есть седьмых, это Колинвуды, так скажем, восьмерки во многом имеют, конечно, 32, но есть, которые имеют оконечки 27 мм. Соответственно, все тяжелоамериканские крейсера и все советские крейсера вы уже пробиваете в оконечку, но ее нужно все-таки в некоторых моментах выцелить. И именно для того, чтобы убивать крейсеры, а не только поджигать его, вы, ну точнее не вы, а некоторые люди берут на рационку, то есть у всех расчет идет по-разному, потому что по поджогу у нас остается 4%, да, вы там возьмете флажок, там еще будет процентик, тут можно перк взять еще процентик, но по факту кто-то играет именно от основного бронепробития фугасом, то есть прямого пробития. Кто-то все-таки именно из расчета на пожар. Но в тот же момент, вот где-то добрать крейсер какой-то, который стоит носом, вы просто закидываете в оконечку и 100% пробиваете, потому что вам этого хватает. Вот, но это ситуативно, поэтому здесь решайте сами. На советах инерционка уже имеет место быть, она актуальна. Для эсминцев, которые имеют калибр меньше 130 мм, инерционка, конечно, под огромнейшим вопросом, по факту она там уже не нужна. Так, далее у нас элбинг, но немцы, я думаю, тут, конечно, особо отдавать нечего, даже возьмем не элбинг, возьмем простую Z-52, тут орудие 128 мм, но у немцев орудие главного калибра абсолютно у любого класса, включая эсминец, крейсер, линкор, здесь фугасы немножко отличаются. Чем они отличаются? Первое, они имеют более слабую альфу, то есть имеют меньше урон, но имеют завышенное бронепробитие, потому как в стоке Z-52 имеет бронепробитие 32 мм. 32 мм, это говорит о том, что вы без инерционки способны прямым уроном пробивать абсолютно все оконечки линкоров в игре, французских линкоров, британских линкоров, британских линейных крейсеров, вы пробиваете вообще полностью везде, там нету ни одного места, где бы вы не пробили, за исключением башен, ну, думают, не будем придираться, это, думаю, очевидно. И инерционка на немцах не нужна от слова совсем. Здесь может быть речь только там о поднятии урона фугасов, но это прям совсем отдельная история, мы туда уходить не будем. Соответственно, на немцах мы определились, мы не теряем ни процент поджога, а бронепробития нам всегда хватает. Но нам не хватит бронепробития, чтобы пробивать броню в 50 мм у дельного зоркого. Но нам это так не важно, как бороться против дельного зоркого Хабаровска, вы просто заряжаете бронебойки, и как только видеть, что вражеский эсминец идет бортом, стреляете ББФТ. Как только он начинает закладывать ром, чтобы у вас не было рикошетов, заряжаете обратно фугасов. Все, здесь разобрались. Далее у нас есть еще Клибер, тут уже башня 139 мм, и тут бронепробития, здравствуйте, 23 мм. Ну, ё-ка, ЛМН, да? Ни одно, так другое. 23 мм, соответственно, мы берем инерционку, и тоже имеет место быть, вы будете пробивать оконечки крейсеров. Ну, в принципе, все, линкор вы уже не пробьете, вам не хватит бронепробития, но вы потеряете в вероятности поджога. Самое главное у Клибера, это то, что вы способны пробивать все эсминцы. Да, Рагнара уже нет, но там, как и говорилось, вы можете заряжать бронебойки. Здесь, по факту, так же, как и с советскими эсминцами. Здесь, на самом деле, именно так. Но, решать только вам. Так, здесь мы разобрались. Аттила Регла. Тут в инерционке вообще отсутствует какая-то надобность здесь 23 мм бронепробития, но у вас есть полубронебойки, а у полубронебоек бронепробития 38 мм. Ну, тут, думаю, так же очевидно, вы будете в основном играть от ПППшек, где-то закинуть пожар, чтобы его не терять. Инерционка здесь тоже абсолютно не нужна, это будет лишняя трата перка. Что у нас осталось из интересного? У нас есть Марсо, но тут также 127 мм бронепробития 21, разгонять инерционкой Марсо, ну, это прям такое себе. Он играет все-таки от вероятности поджога, если вы ее поставите, у вас будет 3,5%, например, совсем хром на спине. Здесь очень маленькое бронепробитие, ничего с этим не поделаешь, поэтому инерционка здесь тоже не нужна. Здесь быстрая перезарядка, нужно разобрать эсминц, которого вы не пробиваете, заряжайте бронеблоки, всех остальных вы выжигаете. Далее. Далее, далее. Далее у нас Элбинг, ну, тут прям максимально все просто, здесь уже калибр все-таки 150 мм, бронепробитие аж 38 мм, разгонять его тоже не имеет никакого смысла. Фугасов вам хватает, бронебойки здесь крайне сильные, здесь я даже особо чего-то добавлять не буду. А вот из самого такого вкусного и интересного это у нас остается друид. Здесь вообще, в принципе, нет фугасов, особенно из здешних бронебоек. Очень интересные бронебойки здесь по типу как минотавра. Калибр также 127 мм и, соответственно, здесь нету, не пишется, какое у нас пробитие и так далее. Кстати, по поводу пробития, бронепробития, я вернусь в этом видео еще к этому вопросу, мы отдельно поговорим. Очень будет интересно, очень будет интересно. Здесь, здесь у нас, еще раз повторюсь, бронебойки по типу минотавра, быстрая перезарядка и здесь фишка не башен главного калибра, вообще не важно какие. Здесь фишка именно в самом снаряде. Его отличие это ускоренный взрыватель, то бишь бронебойка взводится, как только попадает в первый, ну, лист бронировать. Соответственно, как только она вот сюда врезается, она наносит урон. Выбить цитадель, конечно, у вас на них никому не получится особо, но за исключением там всем, совсем там картонных кораблей. Ну, в основном вы стреляете по настройкам, по казематам и так далее, и именно фишка в том, что снаряд как только попадает, он сразу взводится. Да, он может рикошетить, когда все-таки кто-то против вас идет носом, и, допустим, это крейсер с хорошим бронированием там в баконечке, там 27 мм, там, безусловно, нужно выцеливать надстройки, стрелять куда-то. Вот как-то так, чтобы туда хоть что-то залетело. Все, здесь фугасов нету. Очень интересные бронебойки, здесь не нужно вообще в принципе о чем-то заморачиваться, главное, главное попадать. Так, с эсминцами вроде закончили, разобрались. Теперь попробуем перейти к крейсерам. В принципе, по эсминцам, если, наверное, еще завершить, то я вам так скажу. Соответственно, если вы играете на кораблях орудий типа гиринга, ну, 127 мм, то есть вы, в принципе, видите свое бронепробитие 21 мм. Против эсминцев вы боретесь стандартно, где не пробиваете, заряжаете бронебойки, по всем остальным выцеливаете, ну, просто стреляете фугасом, по крейсерам, линкорам вы также стреляете фугасами. Чтобы хоть какой-то урон носить, старайтесь выцеливать надстройки, палубы вы не пробьете нигде. Это все также относится к другим, соответственно, совет, если берете нерационку и пробиваете 27, то нужно уже выцеливать оконечки. Если, допустим, возьмем какой-нибудь крейсер, добавим сюда, я покажу на примере совета и на примере еще кого-нибудь. Ну, допустим, пускай будет Барсель, ну, просто к примеру. Что у нас здесь по бронированию? Оконечка 25 мм. Соответственно, вы выцеливаете ее, потому что здесь, здесь, здесь вы уже ничего не пробиваете. Ну и, соответственно, настройки. Но настройки 16, вам инерционка для этого не нужна, но чтобы наносить урон крейсер, который вот так вот идет на вас носом, соответственно, стреляете сюда. С советами сложнее. С советами на самом деле сложнее. Итак, почему же? Здесь 25 мм, здесь 50. Чтобы вам идеально попадать вот в этот нос, который вот так еще вверх смотрит, вам нужно угадывать траекторию снарядов так, чтобы, блин, как его отдалить. Чтобы у вас снаряд падал именно вот сюда. Попадал в оконечку, а не перелетал в оконечку и прилетал в башню. Потому что корабль все-таки движется, и если вы неправильно возьмете упреждение, охрененно вы попадете. Но, если же корабль стоит где-то вот так, и вы закидываете сбоку, сюда стрелять не надо. Не нужно стрелять сюда, не нужно стрелять сюда, не нужно стрелять сюда. Стрелять либо в надстройке, либо вот именно в эти оконечки, чуть-чуть выше. Потому что, если вы будете брать ниже, пробития вам не хватит. Все будет в молоко. Соответственно, так же здесь. Выцеливайте вот этот вот участок. Что касательно американских крейсеров, тут попроще, тут нету нашивок. Здесь ваша задача просто стрелять в оконечки. Для эсминцев, у которых не хватает бронепробития по фугасами 27-25 мм. Что вы делаете? Так, берете Хаято. Перед вами там стоит Анаполис. Допустим, вы где-то там в дымах. И вот он вышел, стоит. Стреляете либо в надстройке, либо в оконечке. Здесь очень большое количество ХП. Соответственно, выцеливать, вот она, заканчивается. Перед первой башней и после последней. Это на всех кораблях, поэтому имеет место быть. Стреляйте бронебойками сюда. Потому что фугасами вы не пробиваете, а бронебойки будут доставать урон. Будет по 1000, по 800, по 500, по 2. Будете-будете ковырять, ковырять, будете ковырять. Бронебойками также можно стрелять, соответственно, и на советах. Если там вы не взяли на рационку. Ну, соответственно, у вас без на рационке бронепробития 22. Также берете и выцеливаете оконечки. По крейсерам стреляете, будет пробить. Здесь 40 мм, тоже будет пробитие. Казематы, здесь надстройки рядом. Бронебойками будете доставать ковырять. Чуть ниже все, вы уже ничего не пробьете. Соответственно, касательно, если добавить линкоров, там та же самая история. Особенно есть у нас линкоры. Я вам покажу сейчас на примере, на примере, допустим, той же тундры. Тут вообще все легко. Тут 32 мм, тут 32, тут тоже 32. ББшками лупите сюда и горе не знаете. Вы будете доставать отсюда просто очень большие цифры. В легкую. Здесь стреляете либо, опять же, в надстройки, но если надстройки черные, лучше оконечки, выцеливаете, бБшками будете и прям доставать. Что касательно хорошо бронированных линкоров. Тут, конечно, посложнее. Потому что, говорю, вот эти вот на ширке 70, пробивать их сложнее, но выцеливаете надстройки, оконечки. Будет вам радость. Так, хорошо. С эсминцами закончили. Все. Тогда переходим к крейсерам. Я сделаю паузу и еще забыл, так скажем, уточнить момент. Это касательно итальянских эсминцев. По полубранебойке я немножко мало времени уделил и после аттилла-реглала закончил. Итак, здесь 135 мм. Есть, конечно же, фугас 23. Если вы возьмете инерционку, у вас будет 25 мм пробить, это точно. Но, как я говорил, рационка не нужна, так как есть полубранебойки, но с ними тоже есть особенности. Итак, полубранебойки имеют урон 3,50, бронепробитие 38 мм. Но ими тоже нужно немножко стрелять правильно и иногда чередовать снарядом между ПББшками и фугасами. Именно поэтому, наверное, здесь вот эти фугасы оставили. Итак, соответственно, полубранебойками в борт, вот в такой ромб, вы стреляете ПББшками, они будут сводиться. Как только эсминец будет идти вот так, ваши полубранебойки уже имеют место рикошету. Соответственно, вы будете стрелять, а урона наносится не будет. Именно в такие моменты вы уже заряжаете фугасы. Соответственно, если вы стреляете с полубранебойки по вот такому бронированному кораблю, здесь вам бронепробития не хватает, потому что здесь 50 мм. на стойке, соответственно, пробиваете и также нужно выцеливать оконечности. Но, дай-ка я посмотрю вот этот вот момент, чтобы ничего не напутать. Подожди, сейчас, сейчас, сейчас. Назначить командира. Возьмем, допустим, так и дошагаем. Здесь, соответственно, вы, как можете заметить, нет такой возможности, как увеличить бронепробитие ваших полубранебойков. Соответственно, как они были у вас 38 мм, так и остаются. Вот, это я вам уточняю. Соответственно, куда пробивать, я вам уже показал. Так, все. Теперь давай крейсера. С крейсерами немножко иначе. Тут есть также особенности по, так скажем, нации. Итак, Ешина. Лучше, конечно, на примере ЗАОС. Ешина, конечно, тут все немножко намного проще. Здесь калибр 310 мм, здесь у нас бронепробитие составляет 52 мм. Это до такой степени за глаза, и больше оно нафиг не надо. Безусловно, немецкие линкоры имеют там 60, более 55 мм и так далее. Но выбивать урон по конечке, поджигать не составляет никакого труда. Здесь уже и сами бронебойки намного сильнее, 8650. Но, здесь мы еще остановимся на крейсерах и на бронебойках. Потому что на эсминцах бронебойки, они нужны в определенных моментах, чтобы все-таки хоть как-то где-то урон пробивать. И вы их используете. У крейсеров же, у многих есть особенности по, так скажем, углам рикошета, по бронепробитию и прочему прочему. Итак, сразу уточню такой еще момент. Чтобы посчитать, я сейчас буду говорить про бронебойки, чтобы вам посчитать или понять, пробивает ли ваш корабль о конечку, допустим, какого-нибудь линкора, крейсера или еще кого-то, вам нужно просто ваш калибр 310 мм поделить на 14,3, и вы узнаете, кого вы способны пробивать в нос. При этом, не давая рикошета. Для крейсеров, вот это правило рикошета, оно не столько актуально, оно больше относится все-таки к линкорам. Потому что, в любом случае, ни одного крейсера не хватит калибра, чтобы пробивать в нос 32 мм или даже 27 мм. Потому что, если вы 310, вот прям при вас 310 делим на 14,3, это получается 21 мм. Все, у нас о конечке уже, ну, безусловно, да, там есть о конечке у некоторых кораблей, там 19 мм. Ну, есть, так скажем, некоторые особенности. Давай вот даже посмотрим. Но даже нет, даже смотреть на это смысла нет, потому что это все-таки 10 уровень, 10 уровень. И на 10 уровне вы конечки в 19 мм не встретите. Соответственно, максимум, что вы встретите, это 25 мм. Это там, к примеру, Бордино и Слава. Но вы, соответственно, в нос их своим калибром не пробьете. Это все-таки больше привилегия других кораблей. И калибр начинается, а там уже от 380, который пробивает 25 мм в нос. Хорошо. Здесь на Ешино рационка не нужна. Вы пробиваете все оконечки, вы закидываете неплохо на стройки. Не нужно терять вероятность поджога. Она здесь 27%, зачем вам ее резать практически пополам. Правильно. Соответственно, с Ешино, я думаю, максимально все просто. Здесь ничего не нужно добавлять. Вот. Сейчас дойдем до зала. Я там как раз-таки по поводу бронебоек расскажу. Чем они отличаются, в чем их плюс, в чем их минус. Итак, ЗАО. 203 мм практически основной, так скажем, калибр на 10 уровне у крейсеров. Это немцы, это американцы. Британцы там чуть-чуть отличаются. Советы тоже немножко отличаются. Но, так скажем, 203, это такая золотая, золотой калибр. По фугасам, я думаю, здесь все просто. Инерционка здесь тоже не нужна. Бронепробитие 3-4 мм. Вам этого достаточно пробивать оконечки. Линкоров, эсминцев, соответственно, вы везде пробиваете. Но, даже тот же Хабаровск, отдельный, своей, так скажем, вот этой нашивкой на бронепоясе, способна вытанковать ваши фугасы. Но, перезаряжаться на ББшке, на крейсере, стреляя по тому же Хабаровску, особо нет смысла. Вы поверьте, с таким весом залпа дадите из фугасов по самой неболой. Но, если уж прям ничего не заходит, следите бронебойки и дадите тоже по самой неболой. Просто бронебойки имеют свойство уже пробивать насквозь. Потому что 203 мм и 19 мм броня эсминца, там уже будут сквознячки. Соответственно, здесь играем в основу от фугасов. Инерционка здесь и нужна. Что до бронебоек? Скорее всего, в идеале здесь нужно бронебойки сравнить, к примеру, с американскими бронебойками. А Наполис, то, что он один в сторону, неважно, это то же самое, что и на Домойне. Орудия одни и те же. Но, здесь, в отличие от ЗАО, есть огромная особенность. Бронебойки американцев намного эффективнее, намного лучше. Потому что, первое, они имеют льготные рикошетные углы. О чем это говорит? В чем такая особенность? Казалось бы, тут 4 башни, там у ЗАО 4 башни, там с ББшек стреляешь, там с ББшек стреляешь. В такой ромб Анаполис способен доставать цитадели. Все потому, что снаряды при более острых углах, в отличие от японских бронебоек, не дают рикошет. Точнее, рикошеты могут быть, но под определенным углом ЗАО даст абсолютный полный залп весь свой, допустим, вот сюда, и все уйдет в рикошет. Анаполис, если даст залп, вот такой ромб, отлетят нафиг все цитадели к чертовой бабушке. И на самом деле, это интересная фишка. И она очень сильно выделяет американские тяжелые крейсера. За это я их, в принципе, люблю. Но здесь, извиняюсь, есть разница в другом. Есть разница в баллистике. Соответственно, любой японец, практически любой японский крейсер имеет шикарную баллистику. Не будем говорить про калибр, там меньше 155 миллиметров. Имеет хорошую баллистику, имеет шикарную кучность. И попадать даже на дистанции 17 километров на ЗАО намного легче. Я сейчас про бронебойки. Попасть на 17 километров бронебойками с Анаполиса, это та еще задача. Это та еще задача. И, скорее всего, залп с бронебоек, ну, так скажем, хорошо, пускай будет 15 километров с Анаполиса. Ваши снаряды будут лететь не по настильной траектории, то есть не вот такой, так скажем, вот-вот-вот так вот. То есть снаряды будут стремиться вот сюда. Залп, то есть 17 километров, снаряд летит-летит и прилетает, допустим, именно в бронепоезд. Это залп на ЗАО, он будет выглядеть именно так. И снаряды, отправленные в бронепоезд, прилетят сюда. Демойн, если же вы будете стрелять на максимальной дальности, снаряды будут лететь по совсем другой траектории. Они будут лететь, так скажем, парашютиками, более навесной. И, соответственно, ваши снаряды будут падать сверху вниз и будут прилетать, вероятнее всего, именно в участок Казима, соответственно, вот, и надстроек. Либо в палубу. Это говорит о том, что выбить цитадель на более дальней дистанции как раз-таки проще будет ЗАО, потому что скорость полета снаряда быстрее, баллистика настильная. И, соответственно, выбить, попаясь в бронепоезд, будет проще назад. Но на ближних дистанциях тот же Анаполис или Демойн будет уже эффективнее. Это как раз-таки их различает по нациям, по особенностям. То, что на ЗАО на дальней дистанции, крейсер, который идет бортом, вам выбить цитадель проще. Но рикошетные углы у Демойна намного лучше. ЗАО уже, если вы выстрелите не вовремя, и крейсер успеет поставить уже какой-то ром, вы цитадель не достанете. Демойн же ее может доставить, но ему нужна более близкая дистанция, чтобы снаряд все-таки прилетел куда-то вот сюда. Так, это касательно бронебоек. Соответственно, теперь, что у нас до фуказа. 203 мм здесь, по слову, инерционка не нужна. Ставить ее абсолютно не имеет смысла. Далее, наверное, еще обобщить, какие у нас вообще, в принципе, калибры есть на 10 уровне. Это 203 мм, это 180 мм, это 310 мм, это 220 мм и 234 мм. И есть еще пару корабликов с калибром... Ну, не пару, а есть кораблики с калибром 155 мм. К ним как раз-таки относятся в ВУСТР. А, здесь на ВУСТРе даже 152. Я просто проявлю то, что в основном у Советов калибр 152. У других наций в основном калибр был всегда 155, но у ВУСТР 152. Хорошо, если с 203 мм мы разобрались, что инерционка практически не нужна. Ну, допустим, давай лучше пройдемся и посмотрим, где инерционка не нужна. Первый, инерционка не нужна на ЗАО, не нужна на кораблях типа Демойна, это, соответственно, с Алим. Потому что у вас 34 мм, то, что вы возьмете, поставите инерционку, вам вообще ничего не даст. Вы только потеряете в вероятности поджога. Далее, инерционка, получается, у нас не нужна. И заставка 6 на еще Гинденбург. Я знаю, многие ставят инерционку на Гинденбург. Я какое-то время играл, чтобы у меня бронепробитие было больше 55 мм. Пробивать там палубы Ямато. Но это было настолько давно, что сейчас бронепробитие поменялось. Итак, смотрим, допустим. Гинденбург изначально с завышенным бронепробитием фугасным, но, опять же, имеет более слабую альфу. 51 мм. Давай откроем у нас линкоры, которые имеют очень сильную броню. Лучше всего, конечно же, это тот же самый Микленбург, Пруссия. Посмотрим, что у нас. Палуба 50 мм. Гинденбург уже пробивает прямым уроном палубу Пруссии. Понимаете? То есть, какая здесь может быть инерционка, если вы уже даже палубу пробиваете. У Гинденбурга баллистика навесная. Хотя с ней вроде все хорошо. Но под конец снаряды очень хорошо теряют свою скорость и летят прям вот так вот. Они как парашюты сверху десантируются. Вы пробиваете здесь, вы пробиваете здесь, вы пробиваете оконечку. Но здесь она, безусловно, она прям тоненькая-тоненькая. Выцелить ее сложно. Сюда нужно стрелять все-таки уже с бронебоем. Но настройки достаете, палубу пробиваете уже хорошо. Соответственно, Гинденбург тоже по инерционку не попадает. Возьмем шлейфинг. Здесь 50 мм. 27 мм по конечке. Я думаю, в принципе, тут все просто и очевидно. Неохота, конечно, прям сильно-сильно видео затягивает. Но, тем не менее, пускай оно будет. Думаю, никто против ничего не имеет. Так, здесь разворились. Потом пошли калибр в 152 мм. Вустер. Здесь у нас при пробитии составляет 37 мм. И это, ребят, с инерционкой. Все верно. Без инерционки данный крейсер играется очень тяжело. Это будет расчет только на фугасы. Ой, только на поджоге. Здесь поджог изначально, конечно же, выше. Но ему противопробитие необходимо поднимать. Потому что ему его не хватает. Соответственно, вустер и есть у нас еще это Невский. У которого калибра 180 мм. Они нуждаются в этом бронепробитии. Потому что у советов даже на 180-х стоковых. Пронепробитие составляет, по-моему, 30 мм. 30 мм, но оконечки линкоров вы не пробиваете. А на крейсерах вы часто стреляете по линкорам. И хоть где-то им урон доставать, а не вечно давать одни непробития, не вариант. Соответственно, здесь у нас 37 мм, 32 мм пробиваем. Все крейсера прямым уроном в оконечке, в надстройке палубы уже пробиваем. Здесь именно еще такой нюанс. 37 мм необходимы для пробития палубы. Допустим, откроем Монтану. Вернемся опять к линкорам. Я просто показывал бронированные корабли. Сейчас покажу чуть-чуть, так скажем, менее бронированные. У которых палуба отличается. 38 мм. Нет, Монтану, кстати, не доковыряли. Монтану чуть-чуть не доковыряли. Нужно, чтобы в бронепробитии было либо больше, либо равно. Хорошо, давай посмотрим тогда у нас получается. Коломба, по-моему, там 50 мм, если не ошибаюсь. Да, 50. Так, хорошо. Какие у нас еще варианты есть? Не помню. Огайо тоже 38 мм. Не комперабл там 50 или что-то близко А-51. Блин, а какие же линкорах у нас? Ну, какой-то понятно, тут 32 мм. Блин, а я забыл, ребят, слушайте, какой же у нас там кораблик-то? Блин, мне почему-то всегда казалось, что Монтана, я что-то путаю. Забыл, забыл. Здесь тоже самая история. А вот у крейсеров, а вот у крейсеров, а вот у крейсеров уже 30, но тут хватает. Блин, я почему-то забыл, не могу вспомнить этот момент. Забыл, не могу вспомнить, его почему-то упустил. Ну да ладно, ничего страшного. Главное, что нам хватает бронепробития, чтобы пробивать одноклассников и выбивать оконечки, соответственно, линкором. Ну, французы, все британские линкоры, все абсолютно, вы их будете пробивать где угодно, носить именно помимо пожара, еще и прямой фугасного. Почему здесь все-таки есть смысл потерять в поджоге? Потому что здесь огромный ДПМ, здесь очень большой ДПМ, вам с данным количеством орудий и его перезарядки хватит данного процента, чтобы все-таки успевать поджигать. 8% для вустера это все равно очень много. Так, здесь за 150 милетов закончили. Идем в развитие, я тут, по-моему, избавился от Невского по каким-то там соображениям. Советы очень сильно отличаются. Здесь у Невского у нас 180 мм, соответственно, бронепробитие стоковое 30 мм. Уже не пробиваем оконечки линкора. Соответственно, куда их еще пробивать линкоры? Смотрите, все линкоры имеют броню носовой и оконечной 32 мм. Соответственно, палубы уже выше 38 мм, надстройки 16 мм. Тогда, что на Невском делать, если на нем не будет инерционки? Ну, пробивать, получается, оконечки только советских и американских крейсеров, но это маловато. Невский постоянно работает все-таки по линкорам. И поверьте, инерционка на Невском имеет место быть, она очень актуальна. Да, вы можете играть исключительно от поджога, 13%, это весьма неплохо, можно и не брать. Но я, допустим, на Невском все-таки ставил инерционку, и когда линкор выставляет нос какой-нибудь Ямато, у меня хотя бы есть возможность закидывать ему в нос и наносить урон как с пожаров, так и прямой. Если же линкор от меня отходит, соответственно, я закидывал ему в кормовую часть. Здесь бронепробитие 30 мм абсолютно на всех. Фишка советских установок до Донского это 152 мм, и здесь бронепробитие тоже 30 мм. Здесь, соответственно, 25, но здесь уже, как бы, сами понимаете, уровень другой. Что я, кстати, не скажешь про японцев. Японцы имеют калибр 155 мм, можно посмотреть на Магами, и здесь будет бронепробитие 31 мм. Это уже чувствуется разница, вроде там калибр всего разница в 3 мм, а бронепробитие неплохо так изменилось. Казалось, да, там 1 мм, что ты там рассказываешь и так далее. Но, блин, это решает, это все-таки имеет место быть, разница. А дальше японцы заканчиваются на 203 мм. Тут уже бронепробитие 34 мм, инерционка у них вообще, в принципе, не нужна. Не нуждаются они в этом. Так, с этим разобрались. Далее, у нас калибр есть, получается, после 203-х, 180-х, есть калибр 220 мм, это у нас Москва. Здесь, в принципе, все нормально. Здесь бронепробитие 37 мм. 37 мм, и это с инерционкой, без инерционки вам все равно... Не-не-не. Не стоит, не стоит. Подожди, подожди. Куда перк-то потерялся? Здесь у меня БП-шки стоят. А, вот он. Нет, здесь инерционка не стоит. 220 мм в стоке пробивает 37 мм. Вам этого достаточно, на самом деле не нужна. 50 мм вы все равно пробивать не будете. А 50 мм это уже палубы и прочие-прочие моменты. Безусловно, если вы ее возьмете, вы сможете пробивать палубы некоторых линкоров, но с этой баллистикой выцеливать именно палубу довольно-таки сложно. Это было бы больше актуально на американских крейсерах. Самое важное, это прямое пробитие оконечка. Все все-таки у нас играют, встают носом. Дальше именно идет расчет на поджог. 19% с перезарядкой в 10.4 вполне комфортно, вполне нормально. Далее. У нас калибр, соответственно, есть еще 220. Это у нас Петропавловск. Но здесь история, корабль все-таки играется от бронебоек. И тут мы с тобой поговорим по поводу особенностей бронебойки Петропавловска и Москвы. Они отличаются. Что до Москвы? Бронебойки Москвы это хорошие бронебойки. Они имеют отличие от ЗАО, допустим. Но что ЗАО, что Москва не имеют льготных рикошетных углов. К сожалению. Здесь изначальное бронепробитие у снарядов по ощущениям намного лучше и сильнее, нежели чем у ЗАО. Если посмотреть на скорость полета, то тут 985 метров в секунду. На ЗАО 920. И я уверен именно в этом, в том, что 980, скорость, изначально более высокая скорость полета снарядов, дает Москве возможность выбивать цитадели более стабильно и на дальних дистанциях, нежели чем ЗАО. Это я прям не сомневаюсь. Это такой стопроцентный момент. И в этом плане, в плане бронебоек, Москва от ЗАО отличается. Про Анаполис мы уже проговорили. Вулстер также имеет льготные рикошетные углы. В принципе, вся ветка американских крейсеров имеет льготные рикошетные углы. В ближней дистанции цитадели даже вот в такой ромб выбивать намного-намного прочее. Касательно Петропавловска. В сравнении с Москвой Петропавловск имеет льготные рикошетные углы. Соответственно, это как и у американцев, под более, так скажем, острыми углами, вы способны доставать, хотя бы если не цитадель, то белый урон. Соответственно, это работает как в ту сторону, так и в эту. Чуть-чуть вы на своем корабле подставите неправильный угол и бронебоеки Петропавловска взведутся. И поверьте, будет очень-очень больно. Такой же фишкой у нас обладает Сталинград. Сталинград. Здесь уже калибр другой, 305 мм. Здесь тоже льготные рикошетные углы. И это одни из самых лучших орудий в этой игре, по крайней мере на крейсерах. Некоторые линкоры даже не обладают такими орудиями, как Сталинград. Здесь по фугасам, ну, 51 мм. Генерационка даже близко не нужна, но и крейсер отыграется в бронебой. Так, здесь шикарная баллистика, 950 мм в секунду. Выбить на нем цитадель, задевавшуюся ему кораблю, даже который подставил острый ромб, вот такой, Сталинград достанет цитадель. И достанет ее очень больно. Так, что у нас еще остается? Смоленск, это у нас, в принципе, 130-ки. На нем инерционка необходима, потому что вы боретесь с крейсерами, вы боретесь с линкорами. Соответственно, здесь бронепробитие 22 мм сейчас, но у меня, по-моему, здесь капитан... А, вот, с инерционкой. С инерционкой, кстати. 25%. Здесь бронепробитие составляет 27 мм, я не туда посмотрел. 27 мм, соответственно, вы пробиваете оконечки крейсеров, всех, абсолютно. Линкоры вы сжигаете. Вы закидываете надстройки, белый урон, где надо зарядили бронебойки, выцеливаете казематы. Еще раз напомню, что казематы у корабля, возьмем, допустим, Гляв. Чем отличается именно бронепоязь-каземат от основного бронепояза? Вот это идет ваш основной бронепоязь. Вот этот вот, нижний. Вот это бронепоязь-каземат. Если мы посмотрим бронирование, то сами видите, вот она цитадель. Она утоплена под водой. И вот основной бронепоязь прикрывает именно цитадель. Вот это же бронепоязь-каземат, он прикрывает казематы. Здесь будет доставаться цифры белого урона, здесь достается цитадель. И никак иначе. Соответственно, на 130-ках вам не хватит на дальней дистанции пробивать 203 мм. Вам нужно стрелять, если стреляете, допустим, в бронебойки, я к примеру, чтобы хотя бы какой-то там урон ковырять. Если вам не хватает пробить, а здесь не хватает пробить, у вас 27, а здесь 30 и 40. Соответственно, заряжаете, допустим, бронебойки и стреляете вот в этот участок. И тогда вы будете доставать уже какой-то белый урон. Соответственно, также работает за конечком, но либо по настройкам. Это я, к примеру, могу показать линкор, если в этом такая есть необходимость. Допустим, тут же Микленбург. Соответственно, в ближнем бою либо опять настройки, либо вот каземат. Выцеливаете вот эти участки и будете доставать очень большие цифры белого урона. Все. Но здесь 130-ки, поэтому все понятно так же, как у эсминца, просто он смоленский. Далее у нас есть еще французы. Но вообще это Канде. Давайте начнем все-таки с Канде. Это тот же самый Анри. Калибр еще выше, 240 мм. Бронепробитие 40 мм. Здесь, я знаю, многие ставят инерционку, но поверьте, в нынешних реалиях бронепробитие 40 мм с таким количеством орудия лучше иметь процент поджога в 24%, нежели ставить сюда инерционку, которая по факту вам особо ничего не даст. И проще будет сжигать корабли, тем более у вас всегда будет возможность выцеливать надстройки и оконечки. Вы пробиваете все, все, что есть. Ну, за исключением, все, что им там выше 40 мм. Я думаю, вы понимаете, о чем это. Это палуба 50 и прочие моменты. В основном же оконечки вы пробиваете. Для всего остального есть, как говорится, бронебойки. Ну и Марсель. Здесь просто высший калибр. Соответственно, были пробития с фугасов 55 мм. Тут вы уже караете и палубы. Далее. Если обобщить по вот этим всем крейсерам, получается, которые здесь есть у меня в порту. Только несколько кораблей имеют и обладают льготными рикошетными углами. Это касательно бронебойки. На всех остальных крейсерах, если вы стреляете ББшками, вам нужно выцеливать именно прямой борт, либо максимально тупой ромб. Потому что в основном будут рикошеты в острые ромбы, способны выбивать стадель. У нас только Петропавловск, Сталинград и Севастополь. Потому что они имеют вот этими фишками. А, ну еще, соответственно, Салем, Пуэрто-Рико и Анаполь с Устером. Но тут дистанция нужна немножко поближе. Все остальные практически всегда будут выдавать рикошеты. И нужно выцеливать все-таки другие уязвимые места. Это казематы, это оконечки, это надстройки. В остальном же бронебойками на данном типе кораблей нужно выцеливать все-таки именно нижний бронепояс, чтобы где-то доставать цитадель, где-то доставать хорошую цифру урона. В остальном заряжайте фугасы, ждете момента, когда цель подставится, заряжайте бронебойки и уже очень так неплохо караете. Ну, по Эдгару, здесь, в принципе, только бронебойный тип снарядов. У него ускоренный взрыватель. Соответственно, как только он попадает в бронирование, как только встречается с бронелистом, он сразу взводится и наносит урон. Соответственно, так типа, скажем, осколочные... Ну, от осколков, грубо говоря. Здесь прямо что-то добавить нет. Здесь, конечно же, есть люготные рикошетные углы и ускоренный взрыватель. То есть, они неплохо взводятся. Это из особенностей, потому что нет фугасов. Соответственно, как-то надо бронебойками носить урон. Если они будут постоянно рикошетить, никакого толка от них не будут. Поэтому, то же самое, как я про друиды говорил. Такая же особенность. Голиаф. Здесь 23-4 мм. Рационка. Мне нужна бронепробитие 59 мм. Соответственно, вот она рационка. 60 мм брони практически. Ну, я думаю, тут все очевидно. Я думаю, тут все очевидно. Бронебойки здесь обладают тоже все-таки неплохой фишкой. Они неплохо взводятся. Все-таки тоже в более, так скажем, острые рамбы могут взвестись. Но далековаты от уровня бронебоек все-таки американцев и советов. Так, ну и соответственно у нас остается Наполи. Это одни из самых худших фугасов и бронебоек. Здесь все-таки урон набивается в совокупности. Ничего с этим не поделаешь. Казалось бы, 254 мм. Фугасы 42. Инерционка тоже нафиг не нужна. Ну и Венеция. Здесь только бронебойки и ППБшки. Здесь то же самое, как на Тила Регала. 203 мм. Смотрите, бронепробитие ваших ППБшек. 54 мм, соответственно. Заходите в порт. Смотрите крейсера. Но даже не так. Тут даже смотреть ничего не надо. Допустим, опять откроем. Давайте Севастоплик, к примеру. Открываем бронирование. Помним, что у нас бронепробитие ППБшек 54 мм. И начинаем смотреть. Здесь 30 мм. Здесь 16 мм. 25 мм. 25 мм. 25 мм. 203 мм. Соответственно, чтобы вам наносить урон с полубронебоек на Венеции по неплохо бронированным кораблям, вам нужно выцеливать опять, правильно, каземат. Казематы, надстройки, оконечки. Прямой борт. Бронебойки. Когда будете стрелять полубронебойками, получается, если здесь ХП не будет, то часть снарядов будет уходить в бронепой. Здесь будет непробитие. Часть снарядов сюда уйдет. Поэтому нужно все-таки грамотно выцеливать уязвимые части корабля. Поэтому не ленитесь. Смотрите на особенность вашего главного калибра. Заходите в порт. Посмотрите примерное бронирование кораблей. Какое оно есть. И тогда вы поймете, куда вам стрелять. Какие части уязвимы. Это все максимально просто. Так, прям жестко, жестко. Я углубляться не буду. Тут по Ганнунлеву та же самая история. Тут вообще калибр 283 мм. И повторять как бы одно и то же, ребят, я думаю, уже смысла не иметь. Сейчас мы с тобой перейдем к линкорам. Про особые, так скажем, крейсера на бронебойках я рассказал из моментов. После того, как мы разберем линкор, мы перейдем, получается, в тренировочную комнату. И там я покажу, как стрелять, куда, против каких кораблей, на эсминцах, на крейсерах и на линкорах. Видео получится длинное, но ничего страшного. А сейчас я пока сделаю паузу, подготовлюсь к линкорам более-менее. Так, ну и у нас по факту остаются только линкоры. Про линкоры, наверное, будет тоже нужно выделить время, чтобы все это разложить по полочкам. Итак, начнем с чего? Линкоры. Возьмем линкоры с 8 по 10 уровень. Почему так? Потому что калибр 380 мм, хотя он, в принципе, на 10 уровне встречается. Ну да ладно. Основной калибр на 10 уровне у нас это начинается от, скажем так, 356 мм, 380 мм, 406 мм, по-моему, 418 мм, 457, 420, 431, 406, 460, 483 и 510 и 508. Калибров хреново гора, но все на самом-то деле просто. Итак, первое, что по калибру, по самим снарядам нужно знать и понимать. Как я и говорил, сейчас рассмотрим, получается, именно пробитие в носовую оконечность, правило рикошета, оно как раз-таки высчитывается по формуле. Ваш калибр делите на 14,3 и вы узнаете свое бронепробитие в нос, что у вас не будет рикошет. То есть не будет производиться расчет на рикошет, если ваш снаряд пробивает, допустим, там 32 мм. Итак, если 457 поделить на 14,3, там будет 31 мм с копейкой. Соответственно, 31 мм, этот параметр, показатель не округляется ни в большую, ни в меньшую сторону. Если у вас 31, 9, 9, 9, 9, значит 32 вы не пробиваете. Соответственно, 457 мм ни в коем случае не способен пробить 32 мм в прямой нос. Это будет рикошет. Далее, теперь вернемся наоборот, в самое начало, наверное, к калибру 380 мм. К примеру, 3380 можно взять какой-нибудь терпиц. На что у нас, в принципе, способен терпиц? 380 мм способны пробивать 25 мм. 25 мм это оконечка крейсеров, если прям быть точнее и поделить, то у нас будет 26,57. Соответственно, оконечки в 27 мм вы уже не пробиваете. В том числе и, соответственно, оконечки в 32 мм. 25 мм у нас относится, это слава, то бишь, да, вы способны вот этот линкор в нос пробивать. Но нужно выцеливать все-таки именно нос, потому что здесь нашивка в 100 мм и она даст рикошет. Нужно грамотно выцеливать. Соответственно, здесь в корме то же самое. Рикошета не будет, если вот только снаряд не попадет вот сюда. Здесь будет рикошет. Далее, это у нас еще есть в Бородино. Я не буду прямо абсолютно все корабли показывать, но так к примеру. Здесь также нужно выцеливать именно нос, потому что здесь 50 мм, здесь 100 мм будет рикошет. То же самое. Если посмотреть, допустим, на корабли, какие еще пробиваем, это как раз-таки там уже пойдут крейсеры. Не буду, наверное, переходить к крейсерам. Я вам так скажу. В общем, 380 мм способный пробивать, ну, только советские крейсера, у которых есть оконечки в 25 мм. Так и быть, давайте все-таки перейдем. Возьмем тот же, допустим, Петропавловск, либо Сталинград. Сейчас бы только найти его. Ну, можно, к примеру, допустим, взять восьмерку Бородино. Соответственно, вот оконечко 25 мм. Вы уже пробиваете. Петропавловск. 25 мм вы пробиваете. Выцелить этот нос довольно-таки сложная задача, но, тем не менее, поверьте, вот так вот в нос вы способны пробивать. Цельтесь выше, не цельтесь в ватерлинию и на уровне ватерлинии ни в коем случае. Вы не пробьете, у вас снаряд ляжет не туда. Соответственно, целим сюда. Корма, пожалуйста, здесь вообще, можно сказать, под прямым. Главное, чтобы залетело, главное, чтобы грамотно попасть. Соответственно, берем, допустим, побольше крейсера. Здесь вообще вся оконечко 25 мм. Главное попасть. Это касательно 380. Далее, если 380 не пробивает 27 мм, то следующий калибр, который по факту пробивает 27 мм, это калибр 406 мм. Это часто встречающийся калибр. Это калибр в основном девяток-восьмерок. На десятках все-таки калибры немножко уже другие. Да, безусловно, есть там монтаны и прочее-прочее. Но, тем не менее. Соответственно, допустим, та же Советская Россия способна выбивать цитадели в нос уже американским крейсерам, у которых оконечко везде по 27, нету нашивок. Можете смело стрелять в нос. Если же корабль от вас стоит далеко, выцеливайте вот этот участок, то есть стреляйте куда-то сюда. Но здесь, сами видите, куда-то сюда выцеливайте и будет залетать в цитадель. Далее 406, далее, наверное, можно смело брать калибр 457 мм. Соответственно, там та же самая история. Исключение у нас будет составлять калибры уже ямато-подобные. Это 460 мм. Где у нас тут Мусаши хотя бы? А, нет, знаете, у нас же еще есть калибр 410 мм. Но 410 мм, он по факту такой же, как 406. Только 27 мм пробивает. Так, идем дальше, дальше. Блин, я не знаю, где у меня тут Мусаши, как его найти. А, вот он. Вот, калибр Мусаши. 460 мм способен пробивать 32 мм. Если прям быть точнее, то 460 отдельно от 14,3, 32 и 16. Вы спокойно пробиваете оконечки любых линкоров в этой игре. Абсолютно любых. Вам на все по барабану. Видите линкор, 32 мм, пробиваете. Рикошетить даже вот под такими углами 32 мм не в состоянии. Все, что может рикошетить, это все, что выше 32 мм. Соответственно, все, вот здесь вот вы тоже будете давать пробитие. Соответственно, в какие-то нашивки будут рикошеты. То же самое это относится к инкомперабелам, с отцумом, к ганноверам. Там 483, все это пробивает. Далее, если взять французские линкоры. Это у нас Патрия, Республика. Там калибр, сколько у нас, 431 мм. Нет, не то нажал. Куда ты делась? Расскажи-ка мне. Вот она, вот она, вот она. Да, 431 мм. 431 мм. Давайте поделим прямо, чтобы уж точно было. 32 мм там не будет. Можете не надеяться, как говорится. Но пробивает уже 30 мм. Соответственно, тут, безусловно, у нас в игре не так много линкоров, которые способны пробивать оконечки 32. Но для любого линкора, который не пробивает 32, важно, чтобы хотя бы пробитие было в 27 мм. Потому что это основа составляющих крейсеров. То есть 25-27 пробиваете, все. Это уже огромный плюс. У вас с этим проблем не возникнет. Кони, крейсер, который сдает кормой назад, стреляете в нос и выбиваете огромные цифры урона. Так, по поводу калибра, в принципе, в целом разобрались. Я назвал такие все основные. Теперь мы убираем все лишнее. Допустим, вот так вот. Ну, да ладно, не подожди. Вот так вот сделаем. Что-то опять не нажалось. Ладно, в принципе, пройдемся по теперь снарядам. Теперь по снарядам, по особенностям кораблей. Первое. Японцы. Говорить, конечно, про баллистику можно. Здесь она вполне комфортная, как скорость полета снаряда, как его сама получается. Баллистика, то, что она настильная, брать упражнение довольно-таки легко. Но бронебойки, допустим, японцев особо ничем не выделяются. Это я говорю в целом по нации. Не беря ни в кого конкретно. Все. У них нет ни льготных углов, рикошетных, ни еще чего-то. У них есть просто хорошая баллистика и неплохой калибр, который в какие-то моменты очень неплохо так решает. По факту, в тот же момент отсюда и большое количество сквозняков. По японцам на самом-то деле все. Далее. Перейдем по американцам. Тут уже не все так однозначно. Здесь есть, опять же, льготный рикошет на углы и совсем другая баллистика. Кстати, да, по поводу еще раз японцев добавлю то, что именно хорошая баллистика позволяет брать упражнения на практически любой дистанции и попадать. Снаряды летят в нижний бронепоезд, более-менее куда вы отправили, а не какой-то навесной траектории. У американцев же наоборот. Имеются льготные рикошетные углы, значит, под более острыми углами у вас больше вероятности нанести урон. Белый, либо же цитадельный. Снаряды лучше взводятся, особенно по крейсерам. Но здесь есть некие нюансы с баллистикой. Первое. Помимо того, что мы имеем льготные рикошетные углы, так мы еще имеем навесную баллистику. И именно навесная баллистика в совокупности с льготными рикошетными углами позволяет выковыривать очень неплохо цитадели. Соответственно, снаряд летит по навесной траектории. И зачастую снаряды взводятся по крейсерам, либо через палубу, пробивая палубу, и взводятся в цитадели. Либо же, когда навесной баллистикой вы правильно угадываете упреждения, они кладутся четко вот сюда, и вам хватает взведения. Далее уже ситуация, когда идет в ромб, очень неплохо залетает в задний траверс, когда корабль уворачивается, либо же в передний. Но, соответственно, вы расплачиваете с тем, что на дальней дистанции стрелять сложнее, снаряд летит намного дольше, и попасть становится по маневренным целям сложнее. На японцах в этом плане проще. Но у японцев, соответственно, легче брать упреждения, но на американцах есть возможность перекидывать через острова, соответственно, закидывать в палубу, закидывать в более уязвимые места. И это имеет место быть. На самом деле в этом тоже много плюсов. Но да, на дистанции есть такие все-таки сложности нюанса. Но если прилетит, прилетит по самой неболы. Далее японцы, американцы, в принципе, разобрались. Советы это в целом те же японцы. В целом те же японцы. Это хорошая баллистика, хорошая скорость полета снарядов. Я не буду говорить там про Россию, мне речь о какой-то прочей ерунде. Особенностей у советских бронебоек нету никаких. Мало того, что я бы еще сказал, что нормализация плохая. По поводу нормализации мы еще поговорим. Это будет отдельная вставка, связанная с ней. Но советы по факту такие же, как и японцы. Далее у нас немцы. Немцы, конечно, интересные корабли по поводу их бронебоек. Бронебойки здесь не имеют никакой особенности. Это просто обычные ББшки, так же, в принципе, как у японцев и у советов. Неплохая баллистика, в неплохой калибр. Достает белый урон, достает цитадели. И что-то прям такого, ну, на самом деле, тут нету. Далее перейдем, кто у нас. Британцы. А вот британцы, тут немножко другая история. Тут, если рассматривать конкверы, которые играются в основном от фугасов, также, соответственно, имеют бронебойные снаряды. И здесь бронебойные снаряды имеют ускоренный взрыватель. На нем довольно-таки тяжело выбивать цитадели, потому как снаряды взводятся в... Если, допустим, стрелять по линкорам, если по линкорам стрелять, у нас зачастую есть многослойная броня, ну, к примеру, вот, да, так скажем, снаряд взведется здесь, не взведясь в цитадель. Но он нанесет очень большое количество белого урона. По легким крейсерам, безусловно, там снаряд взводится в цитадели. По тяжело бронированным, ну, бывает момент. Безусловно, выбивает цитадели, не без этого. Но, тем не менее, есть такой некий момент, что снаряды взводятся раньше, чем хотелось бы. И вы думали, будет цитадель, но нет, там вылетает белый урон. Ну, а фугасы, ну, я думаю, здесь даже добавить ничего. По поводу Incomparable, здесь совсем противоположная история. Здесь линкор играется в основном от бронебоек, потому что здесь невероятное пробитие. Снаряды идеально взводятся. Да, где-то бывает, но, извините, здесь все-таки калибр у нас 508 мм. Это британская дубина, очень интересная лодка, но она непрокачиваемая, она застальна. Далее, француз. Французы, если честно, я вам скажу, это вообще какая-то отдельная история, безумнейшая. Смотрите, Бургунд имеет 10 уровень, при этом калибр 380 мм. Как же на 380-ках у нас играть-то, блин, против десяток? Если у нас пробить, то толком никакого нет. Мы сейчас не будем говорить про то, что заряжаем фугасы и погнали. Мы все-таки рассуждаем по бронепробитию. Если максимум, что мы здесь делаем, это пробиваем, 25 мм крейсера. 27 уже рикошет. У линкоров так вообще конечки 32, палуба более 38 и 50 мм. И вот тут уже как раз-таки есть скрытые нюансы. Это настройки именно бронебойных снарядов под каждую нацию. Речь идет как раз-таки опять об этой нормализации. Конкретно про нормализацию будем чуть позже, как и говорил. Итак, я не знаю, каким образом, каким чудом у нас, если посмотреть, здесь ни слова не сказано про какие-то там нюансы, про снаряды или еще что-то. Это, блин, зараза выбивает. Цитадели линкором она карает, она пробивает. И значит, что-то есть. Значит, есть какие-то скрытые параметры, которые мы не видим, но я думаю, все знают. Бургундио, Жанбар, Патрии, линкоры умудряются вытаскивать цитадели, где, допустим, те же советы, имея калибр 457, не достают. Это прям все спорно, это нужно разбираться, и мы, конечно, тоже разберемся. Ну, соответственно, Коломбо, который имеет 380-ки бронебойки и полубронебойки, соответственно, в борт мы заряжаем ББшки, в остальных случаях стараемся все-таки играть по ББшке. Так скажем, нужно сочетать. Здесь по баллистике, в принципе, как на немцах, баллистика хорошая, нюансов никаких нет, у французов, в принципе, тоже с баллистикой проблем нет, а вот британцы, забыл упомянуть, здесь баллистика уже немножко печальная. Здесь скорость полета 747, она ближе к американским, упреждение брать не всегда легко, но это при игре на бронебойках. На фугасах вам главное поджечь, и все-таки, ну, с фугасами в этом плане попроще, в том, что бронебойки вы выцеливаете уязвимые места, фугасами вы целите просто на стройке. Поэтому там значений не имеем. Ну и, в принципе-то, у нас получается по линкорам по вот таким моментам. Мы разобрали. А теперь, давай попробуем посмотреть, куда же пробивать, допустим, те же линкоры на линкорах и на крейсерах. С минцами там все понятно. Торпеды, фугасы, какие-то моменты бронебойки. Давай для начала на примере немца. На примере лучшему, наверное, будет Пруссии. Откроем бронирование. Итак, куда же стрелять по немцу на крейсерах? Первое. Если вы фугасите, то, безусловно, нужно тоже все-таки понимать, куда стрелять. Если вы играете с национку, вы понимаете, что у вас бронепробитие выше 32, но выцелить вот эту вот историю, блин, это очень сложно. Это очень-очень сложно. Поэтому, по факту, играя на фугасах, вы больше рассчитываете на то, чтобы попадать в надстройки и поджигать. Соответственно, бронебойки. Первое. Исходите из своего калибра. Какой он у вас. И, безусловно, по немцам лучше всего кидать в этот бронепойск каземат. Здесь 380. Здесь все-таки даже 203-х миллиметровки будет заводиться. Безусловно, нужно все-таки понимать какую-то дистанцию. Дальние дистанции могут быть и непробития. Вот. А в остальном же здесь выцеливайте оконечки, ну, соответственно, если бортом выцеливаете казематы, надстройки, оконечки. То есть выстреливаете. Вы, поверьте, 120-60 миллиметров пробьете. Что делать, если же Пруссия довернула вот так вот ромбиком, но вы играете, допустим, от бронебоек. Ребят, также выцеливаете вот этот угол, соответственно, кидаете куда-то сюда, чтобы снаряд прилетал в надстройки. В остальных случаях также все-таки логичнее всего будет фугас. Канкверрер крейсера, имея там калибр 305 миллиметров типа Сталинград, безусловно, в Бартину, даже в какой-то ромб, могут стрелять бронебойками и пробивать. Здесь торчит цитадель. Грубо говоря, достать ее, получается, совершенно несложно и можно выносить. В остальном правило, вот как я рассказывал по поводу получается Пруссии на крейсерах работает одинаково. Но здесь лучше закидывать фугасами, так как если у вас есть пробитие 32 миллиметра, вы будете еще и помимо пожаров носить прямую. В остальном ББшки он впитывает просто великолепно. Просто нужно выцеливать хорошую иглы, понимать. Если у вас нет возможности бронебойками он стоит носом, заряжайте фугасы и не паритесь, разводите на пожары. Так. Далее, а теперь линкоры против линкоров. Соответственно, если вы играете против славы, знайте ее главную уязвимость это конечко в 25 миллиметров. Вопрос другой, как с ней сблизиться. Если у вас нет возможности сблизиться с славой, но вы понимаете, что она выцеливаетесь, держите ее в уме и старайтесь отсветиться. Так, чтобы ей было неудобно по вам работать. Вы же, если сближаетесь, вот ее две главные уязвимости. В остальном это пожары. Палуба 32 с инерционки крейсера пробивают. Линкоры фугасами, соответственно, вообще без проблем. Но я бы на линкоре все-таки ей в нос стрелял, выцелел 25 миллиметров. Тут можно даже цитадели выбивать. касательно немцев. Та же история. Соответственно, даже если вы играете на линкоре и у вас нет возможности в нос закидывать ББшками так, чтобы вы пробивали, а вы хотите грамотно отыграть, зарядите на любом линкоре фугасы и линкор, который пытается за вами идти, вы его кайтите, заряжайте фугас, вы все равно его рано или поздно подождете и он от вас отстанет, вы его сможете переиграть. Бронебойками же вы будете давать рикошета, потому что палуба, ну, сами видите, под таким углом, ну, извините, даже 460-510 стволы не способны под определенными иглами пробивать эту палубу. Только в настройке. А в настройках хп может быстро закончиться. Вот. Так, что еще, в принципе, добавить-то по линкорам? Стрелять, пробивать? Как бы не сложно, если вы играете на калибре, который пробивает 32 миллиметра, соответственно, вы можете стрелять в любую проекцию кораблю, но лучше выцеливать те места, где вы пробиваете, соответственно, тот же самый нос, и будет вам счастье. Вот. Сейчас мы перейдем к тому моменту, который я хотел бы в своем видео сразу отсеять и закрыть по нему в... Субтитры сделал DimaTorzok